А в ежегодном конкурсе журналистов Грани итоги уже подведены, определены победители среди региональных журналистов по итогам 2021 года. Заслуженные награды получили несколько десятков журналистов Верхневолжья. Среди них есть и представитель нашего медиахолдинга. Торжественное мероприятие прошло в киноконцертном зале «Панорама». В церемонии награждения приняли участие губернатор Игорь Руденя, депутаты Федерального собрания от нашей области, председатель законодательного собрания Сергей Голубев, главный федеральный инспектор по Верхневолжью Игорь Жуков, митрополит Тверской Кашинской Амвросии, руководители и журналисты СМИ региона, а также ветераны Тверской журналистки и другие почетные гости. Благодаря вашей работе граждане узнают достоверную информацию о том, что происходит в нашей стране, в мире, о подвиге наших военнослужащих, о борьбе с нацизмом, о том, как реагируют и действуют наши люди, наши граждане, наши жители Тверского региона. На конкурс было подано 526 работ. Победители определялись в 13 профессиональных и специальных номинациях. Гран-при удостоен коллектив регионального информационного агентства Верхневолжья за проект «Книга в руки». В его рамках в госпиталь были доставлены книги для раненых бойцов-участников специальной военной операции. Награду главному редактору агентства Юлии Овсянникой вручил губернатор Игорь Руденя и основатель комитета семей воинов Отечества, автор документального фильма «Отважные» об участниках спецоперации Олеся Шигина. На нас лежит повышенная ответственность. Вот ответственность за каждое слово. Я думаю, что это и есть высшая мера профессионализма журналиста. В этом году была учреждена новая номинация конкурса «Грани». Защитникам Родины посвящается. В ней отмечены работы о подвигах жителей Верхневолжья в годы Великой Отечественной войны и во время проведения специальной военной операции. Видеохолдинг Тверской проспект в этом году снова не остался без наград. Конечно, это отрадно, что и журналисты нашего канала ежегодно, год за годом, становятся призерами этого конкурса. Но я хочу сказать, что за вот этими призами, заслуженными призами, заслуженными победами стоит большая многодневная работа. Работа над собой, работа профессиональная. В номинации «Молодежь Верхневолжья» была отмечена корреспондент Тверского проспекта Наталья Чекет за репортаж про учеников гимназии номер 44. Ребята стали финалистами Всероссийского чемпионата «Реактивное движение». Ребята сами сделали ракету, запустили ее, ну и продемонстрировали, как она работает. В сюжете мы как раз показали, как ребята создавали эту ракету, что они делали и что изучали. Всего было определено 34 победителя. Это журналисты и главные редакторы средств массовой информации Твери, Затоозерный, Торопца, Торжка, Кимр, Нелидва и других муниципалитетов Верхневолжья.